привет всем любителям настольных игр добрый вечер приветики здравствуйте меня зовут сергей напротив как обычно наталья и сегодня у нас в гостях дмитрий и максим привет а играем мы сегодня в стратегическую группу под названием атлантида это относительно свеженькая локализация две компании принимали участие в этой локализации фан милл и не скучные игры вот я решил собрать столпу а в эту игру могут играть от двух до четырех игроков чтоб сыграть в эту замечательную настолочку суп весело было еще все начиналось начиналось все с картахены картахена не нуждается в рекламе одна из самых популярных игрушек на постсоветском пространстве потому что ее издать издавали даже несколько компаний и хобби ворд и гага геймс как зрители уже поняли у меня вот импортный вариант есть кстати и вариант от гаги вот покажу даже коробочку я все все коробочки достал сегодня сегодня будем показывать коробочки начале нашего летсплея так вообще все началось очень давно когда на ютубе еще не существовало такое обилие блогеров которые популяризируют настольные игры ну многие мои зрители знают юрия топилина его блог которые постоянно читаю не пропускаю один из самых моих любимых блогов плюс еще я конечно всегда читаю блок настольные игры латвии так вот очень давно юрий топилина снимал ролики на ю тубе у него есть свой канал и пару роликов он потом это дело забросил и там я познакомился с картахена и я так загорелся и я так загорелся ее купить блин ну потому что локализация тогда не существовало можно было заказать только или на ebay или в каком-нибудь магазине вот я заказал на ebay мне привезли вот это вот картохен картохену кстати зрители могут найти еще старый ролик юрия топилина где где он рассказывает правила игры потом я начал следить за этим автором а кто у нас автор ли лео калавани и нашел у него похожую игру под названием атлантида тоже сейчас покажу коробочку вот у меня есть импортный вариант и зрители уже видел и видели в сплэй по этой игрушке два года назад а сейчас мы внезапно играем в локализацию и кстати я перечитал комментарии старые по тем видео наталья который мы снимали два года назад там многие зрители где можно купить эту игру мы не можем найти даже на ebay и сейчас уже проблем не будет с нахождением этой игры просто заходишь в магазин и покупаешь коробочку почему я эту игрушку сравниваю с картохеной потому что она очень похоже по механике мы все также разыгрывая карты с руки будем передвигаться вот по этому полю и когда один из игроков все своих 3 мипла переведет с атлантиды до материка игра закончится но это непростая картохена вот очень красиво ответил один из моих зрителей в комментариях когда мы наталья с тобой снимали вот эту старую еще импортную атлантиду он он сказал что это картохена с победными очками больше красивее сказать не смогу да мы не просто будем передвигать своих миплов по полю а еще попутно хапать победные очки и в конце победить не тот кто первый переберется с атлантиды до материка тот кто больше наберет победных очков так как обычно мы расскажем что мы нашли в коробочке мы расскажем правилой этой игры ну и конечно за летсплеем с вами господа партийку так сначала что получает каждый игрок компонентов здесь немного каждый игрок получает по 3 мипла я играю за желтых наталья за красненьких за красненьких и дима обычно играет всегда за зеленых максус что осталось синие синие и каждый игрок получает по такому деревянному мостику зачем мы они нужны мы потом расскажем во время нашей игры плюс коробочки мы найдем вот такие вот замечательный тайл кстати когда я смотрел фото локализации мне казалось что я не мог определить качество вот этих квадратиков ну качество качество горит максим классная этих вот и самих квадратиков плотный картон наталья ты сама их выколупливала потому что ты любишь заниматься распаковкой игр без меня без меня они хорошо выдают выдавливались ну да да можно читать нормально нормально наталья сделала среднюю оценку нормально выдавливались хорошо идет так вот на рубашке на рубашке вот этих вот тайлов есть буквочка а и буквочка б я думаю не составит труда нашим зрителям прочитав конечно правило разложить эти тайлы по схеме да сначала у нас всегда идут ашки потом в конце обязательно жетоны на борту которых стоит буквочка б плюс атлантиды всегда ну конечно начинаем мы будем путешествие свое начинать с атлантиды и всегда будет двойные стопочки по два тайла 10 стопочек ашек да по 2 по 2 тайлов каждый потом у нас идет 10 одинарных тайлов потом 6 двойных а потом у нас вот идет море море преграда которую чтобы преодолеть надо будет платить победными очками и дальше мы уже формируем бэшечки опять у нас идет раз два три четыре пять шесть бэшек по два тайла 10 по одному и 10 по 2 бэшек и здесь материк плюс как мы найдем колоду карт как и в картахиене так и в атлантиде мы с руки будем играть карту искать такой же значок на поле и передвигать туда своего миппла этим продвигать спасать своих жителей атлантиды и бежать на материк и плюс в игре есть еще вот тайлы моря океана которые будут появляться у нас когда будут пропадать вот эти вот тайлы потому что тайлы некоторые мы будем забирать после после каждого своего хода мы будем забирать по одному тайлу если будет образовываться дырка там будет море появляться а это море предали преодолеть не так легко и так дмитрий ты бери колоду карт и раздавай каждому из участников кто будет играть с первым я мостике не рассказал наталья это можно будет преодолевать водные участки бесплатно когда ты строишь мозг надо будет платить победными очками так в правилах написано начинает игру младший игрок ваш у нас максим значит он получает только 4 карты макс 4 2 игрок по часовой стрелке получает 5 карт 3 игрок 6 математика здесь очень простая я четвертый игрок получаю сколько максим всем всем вам это не понравится почему такая роскошь почему первый игру получает только четыре последнего я 7 получаю потому что здесь игра заканчивается внезапно если три мипла одного игрока окажутся уже на материке он прибежит игра тут же заканчивается значит получается кто ходит первую того есть преимущество вот он получает меньше кто ходит последний ему дается больше карт ребятки в этой игре карты тоже победные очки в конце игры сколько у тебя на руке осталось карта каждая карта одно победное очко так что так не разбрасываетесь картами структура хода ребятки начиная начинаю рассказывать первое что ты должен сделать это выбрать одного из мипов ну пока они у нас все а димка может и расскажешь сеттинг хоть немножко хотя это евро игра все-таки надо рассказать что-то случилось с атлантидой вот с этой затонула под воду короче вулкан вулкан начал работать и вулкан землетрясение или землетрясение начало работать от вулкана зевс вывез короче этот мифический остров о котором описывал свое время платон но до сих пор в него никто не верит потому что возможно это миф мне платон звонил говорил на платон за слова отвечать так вот остров уходит под воду пускай у остров уходит под воду нам надо спасти жить пробежать и пробегая мы не только будем спасать свои жизни но еще прихватывать какой-то бархишка в виде ну мародерить нет я бы не сказал в виде победных очков потому что это ж не просто мы будем там победные очки это и культура атлантиды какие-то технологии мы будем спасать не обязательно чтобы будем спасать а вот максим а вот видишь на картинке здесь вот кто спасает своего ребенка и кошку первый я не вижу здесь карты ребенка хотя вот вторая женщина спасает арбузы или дыни она тоже ближе вперед перед вперед женщины и дети вперед а вдруг там собаки скоро придется применять ладно про сеттинг мы с немножко с димкой рассказали в основном я горел тимка димка в основном про платона что в тюхи его так вот первое мы выбираем мипла где бы он не не находился потом мы играем карту с руки и передвигаем туда миплу здесь конечно есть куча нюансов давай максим ты начнешь играть я начну рассказывать только показывай в камеру какую карту ты играешь посередине красный ваза наталья где у нас будет сброс амфора так наталья он играет какую-то вазу ты говоришь она называется амфора ну как бы да будет здесь сброс и выбирает мипла твои синенькие и ищет ближайшую амфору хитро ближайшая амфора очень далеко находится теперь он получает теперь он получает приз в виде победных очков и берет тайл который находится за его миплом ближайший свободный тайл слово свободный здесь очень важный потому что если тайл занят миплом он будет брать следующий свободный ему попадается вот этот меч шестерочка он только что заработал 6 победных очков и кладет перед собой прятать их нельзя давай-ка мы вот эту колоду перенесем сюда моря можно это такой не такой важный элемент а чтоб зрители видели твои победочки макс это твои а теперь вот это дырдочка занимается океаном в море океаном зачем это нужно теперь следующий мипл который будет пересекать вот этот отрезок пути должен заплатить столько победных очков сколько показывает нам тайл с самым маленьким значением которое окружает это море вот и здесь есть двойка и семерка и семерка чтобы преодолеться этот вводный участок в данный момент игры надо заплатить два победных очка или ты отдаешь свои полученные тайлы или ты отдаешь карты с руки каждая карта стоит одно победное очко вы это помните вот такая вот история и на этом ход его еще не закончился он теперь добирает одну карту с колодой никто никому не показывает конечно я не собирался так вот вот эта последняя фаза в каждом ходе может измениться ребята пока мы добираем по одной карте а если хоть один мипл достигнет материка один ты будешь уже максим добирать по две карты с колодой достигнет материка 3 ты будешь получать 4 но игра закончится 4 карты с колодой пока ты здесь будешь каждый раз брать только по одной карте такси с дмитрий бомби твой хобби а мы сделаем вот такой ход интересный у меня есть карта амфоры я смотрю вместе с максимом понахапали амфор и и мы перемещаемся стоп ты ищешь ближайшую амфору это тебе не картохена и здесь останавливаешься от димка молодец что ты сыграл эту карту сейчас у меня есть не время рассказать еще один нюанс на одном тайле не ни в коем случае не могут находиться несколько миплов по барабану какого они цвета твои или чужие но игра тебе дает возможность сейчас сыграть еще одну карту любую карту передвинуться дальше смотря какой ты рисунок сыграть нельзя ты пока ничего не получишь это мы пока запоминаем его ход еще не закончен он уже в банк должен два победных очка можешь мостик построить если не хочешь платить вот наталья молодец а может пришло время рассказать о мостике чтобы зрители уже знали все правила у каждого игрока по одному мостику и димка может сейчас сыграть сюда мостик это переправа станет бесплатной для всех игроков это море океан станет бесплатно ничего платить не нужно но только четыре моста на всю игру ребята это надо тем более думать когда их сыграть его еще хоть не закончился но он уже два очка должен а у него на очки но пока он еще по правилам играет да я хотя бы вот эту сыграть деревьев это денежки еще один рисунок это у нас богатство олицетворяет богатство атлантиды хорошо а ближайшее богатство обогнал макса и побежал аж сюда ни фига себе да так там уже и тем как схватить вот этот приз берешь следующий пустой тайл за твоим иплом ну ближе к платить вперед а сзади смотри теперь ты плати вот два в банк два очка ты должен заплатить но два у меня нету я могу карту тайлов у тебя нету картами придется рассчитывать две карты все они идут сброс а теперь ты получаешь 6 победных очков это твой тайм получается я заплатил из двух зол меньше да из двух и семи я заплатил два нету дачу выбирается меньше не семерка двойка тем не тем не менее твой ход не закончился ты добираешь одну карту на руку наталья богатство играю тоже денежки ищем ближайшие денежки вот они разве деньги потихонечку у тебя все просто ты просто добираешь одну карту и под переходит ко мне нет нет напоминайте мне я играю вот этот значок наталья как это называется по сеттингу игры золотой венок ближайший ищу но ближе я диадема назвала а ты говоришь вино венок золотой венок становлюсь сюда значит вот забираю вот этот приз 5 победных очков таки добираю конечно одну карту максимка твой ход я разыгрываю карту давай показывать о это который все это у нас серп ищешь ближайшийся но ты перед этим должен выбрать где на сброс какого миппла от этого выбираешь одним лежишь слушай в максим начинает нам строить заподлянку я смотрю вот это переправа уже стоит три победных очка каждого так как карту дмитрий я смотрю у димка вырвался вперед зелененьким ну хорошо мы те крылышки подрежем скорее он порежет я шибко далеко не буду ты уже других выдвигай вот не перепутать а то я тут под строго кто-нибудь сюда зайдет на мои победные очки заберем себе а у меня не шибко и выбор это есть я похожу ты можешь подвинуться на я могу вот просто надо поднаться я играю сокровище подвигаясь на одну под денежки беру 7 рублей 7 рублей хорошо можно и можно так назвать димка нам чтобы тебе легче было играть и добираешь карту все твой ход закончился натали вот я смотрю что-то у меня на разгону большого нету давайте я сыграю оливки еду с собой прихвачу и ты уже поняла кого ты будешь ближайшая оливка вот своих ребят выводи а все и ты забираешь два победных очка к себе в пул добираешь карту и ход переходит ко мне ты добрал карту максим я взял где там у нас живенькие поднячки так ребятки я играю серп и буду передвигать вот этого миппла который у нас еще в атлантиде на хоть мой миппл который находится в атлантиде ну помогайте мне где ближайший серп вот он правильно забираю 3 по сейчас пока не разберешься это димка как-то так разогнал как-то получилось и добираем себе карту вот приходит максимум максим уже все продумка слушаем на коробочке написано что игра может 30 минут длиться мне кажется ни как он она может продлиться затянется с нашими походами по две клетки вперед это точно не будет полчаса максим показывает что он играет золотую золотую золотой венок собираю себе арфу опять сделал дырку блин ребята мы скоро не сможем переплыть это он нам специально так делает а между прочим себе тоже кстати эту игру можно закончить и с минусовыми победными очками как это происходит мы наверное в этой партии покажем дмитрий я постараюсь доделываю работу мне опять не дают выбора почему-то не карты твои карты на даю тебе выдавали карты мне все портят как обычно хабай побольше победы тогда я ломанусь куда не стремись вперед потому что если прибежит хоть один твой шурик сюда он будет ты будешь получать по две карты вот наверно мы так и сделаем и может быть это одна из стратегий играю арфу леру и ломанусь вперед а мне по барабану арфа это барабан а тебе не далеко ли за один ход миссия нифига себе молодой человек ну правда он только оплачивает одну вот и один море океан пересел а он стоит наименьшее значение вот не шесть а один дать одно победное очко карту так вот давай помедленнее я еще хочу посмаковать и получаешь одну победное очко да ну он решил прорваться бери одну карту я переворачиваю лицом к зрителям чтобы было видно сколько у тебя чтобы они считались так а я свои не буду переворачивать мне мало зато у меня победных очков но я опять оливку играю я смотрю бабули оливки там кого возьму шестерочку а стоп-топ-топ натали расскажу нюанс может быть пока я не так подробно его озвучил смотри по правилам игры ты должна брать следующий тайл свободный позади этот занят этот занят вот этот ближайший ты берешь его и здесь появляется капитально наделает нам запахло всем остальным кто-то не одному я все равно выгонять их не буду наталья не забывай добирать карту пока не прижмем или ты добрала уже карту нет нет вот вам всем надо напоминать ну это кстати часто забываемое правило наконец-то ход перешел ко мне серега расскажи еще проход про невозможность сделать ход как тогда в такой ситуации поступать ну есть димка спасибо что ты уделил этому внимание есть одна еще такая штука в начале своего хода ты можешь докупить если тебе не хватает как карт купить карты из колоды ну ты будешь тратить победные очки и ты сможешь получить половину карт осмотря сколько ты победных очков и кстати с уменьшением вниз если ты даешь 5 очков победных ты получишь две карты с колодой а есть еще один вариант если тебе невозможно походить вообще ни одним миплом ты это так должен доказать всем зрителям всем игрокам и всем зрителям ты показываешь карты говоришь все мои три мипла не могут никуда походить но не получается не получается и тебе тогда ты берешь просто бесплатно две карты из колоды но на этом твой ход заканчивается а когда ты покупаешь карты твой ход продолжается есть такая механика получается если я захочу купить карту за это за единичку я не куплю нет потому что уменьшается в ноль два минимум тогда одну карту шестерочку можно шестерку три карты ну классно семерку тоже три карты ну так что не очень такой себе ну слушай тут стоимость пересечения этого моря 2 здесь 3 это 3 плюс 2 5 и здесь 3 8 8 а 8 у меня есть ух ты а я вот играю в денежки и ищу ближайшие денежки вот этим миплом где пришедшие денежки вот это пересекает запомните я здесь находился потом посчитать мои приключения так ты же 8 и посчитал уже 8 победных очков мы отдаю победными очками 8 он не уходит у нас забор да из игры только теперь я смогу взять вот этот правил и здесь появляется еще одна дырочка у нас ребята как играют одну карту на этом уход закончился ну макс оливки из базе используешь что ты делаешь даже они же очень близко я знаю так он делает специально нам за подложку мне кажется мне кажется не только оладыша клишится сегодня со сметаной со сметаной ты знаешь что мы играем на тринадцатом этаже или нет тут сейчас уже папу разозлил я тебе больше не буду подсказывать где что брат добирать надо карту в конце игры еще одну дырку сделать давай дима ходи я хоть одного спасу а у меня аж одна карта это денежки я иду вот денежек здесь нет все ты приходишь одним человечком матерей берешь его ближайший всем всем победных очков ты как нормальный ход неплохо и теперь ты будешь уже добирать по две карты моментально денег я тут за вами слежу сама растерялась я хотела лиру сыграть я хотела лиру сыграть но я построю хоть один мостик потому что я разорюсь в конец если я начну первый мостик пошел натали не выдержала не ну давай этим самым последним вот лиро 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 я от все все я за свою очку тут троечку тут троечку и сюда матри наталья 2 плюс это уже бесплатный теперь раз построен мостик за это переправу не платят на плюс 3 5 и плюс 3 8 8 нефига себе восьмерочка уходит уходит зато ты хапаешь 4 ручку да и карту все сложнее и сложнее да 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 и так все просто ребят тебе может тоже динка мостик построить чтобы тебя же тут вот ну да я уже буду думать потому что очков уже не хватит ну давай играю денюжки все-таки попробую вот этим где ближайшие денюжки вот здесь вот за переправу должен заплатить одно победное очко карту придавайте карта там где у нас спрос вот здесь и получаю пять победных очков и все еще беру карту на этом уход заканчивается макс вы опять макс так мне сразу же страшно обойдемся без дырок хожу мечом наконец-то меч слушай никто мечом не верит он победные очки берет секунду правильно почему нет не помешает тем более я тут еще землю разрыхлю ой хорошо что я ему не подсказал вот у меч есть еще один вариант класс сюда и пойти здесь забрать я знаю димка давай я продвигаюсь вперед молодец а мы еще один меч мостик не бустой мостик пока нет я хожу у меня же остались только здесь я серг играю серп и было ближайшие это здесь и ближайшая карта вот это моя да стоп 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 то ты сначала за переправу молодого человека заплати одно победное очко мне чтобы заплатить а вот теперь ты сможешь взять эту оливку один заплатил разменялся на то на то да ну смотрите вот переправа то она как одна была так и осталась можно для красоты суда остались пока это они существуют но это считается одна теперь стоимость этой переправы 2 меньше число 2 2 рубля за переезд все дима карту добрал нет 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 ему не положил нет 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 не ходи тогда ой не знаю мне убегать беги пока можешь бегать ждет тебя по двору снимать это песни подберешь да конечно серп там есть этот играют денюжки денюжки и берешь какого мипла состояния вот этого вот последнего следующие денюжки и вот и нифига не считайте сколько денег может у меня а если не хватит здесь два победах это бесплатно плюс 3 5 здесь 3 8 и 1 9 и 1 и 1 да дорожаем хватит так шесть семь восемь девять хватит ну плати вот отдавай эти победы и карты и карты остальные берет 4 но зато там появилась дырдочка блин что творит топим сами себя топим товари одну карту я уже думаю можно хоть одного спасти я тебе говорила мостик стройнику играю серп прыгаю сюда ты зеленый забираю 6 победных очков мне понадобится рассчитывание переползти это все рассчитаться а я не брал карту нет не сделала мой ход бабуль а ты карту взяла так макс показывай карту снова меч почему нет меч меж право уравнение это мы всех но где-то стоял здесь без меча да на меч перепрыгнул так здесь одиннерка здесь тоже 12 здесь 24 забирать 4 победных очка он отдает но зато хапает 6 победных очков на уж и берет одну карту с колодкой будет хорошо хорошо пока ты давай так давайте посчитаем если я похожу амфору должно хватить амфора у нас здесь здесь я пересекаю здесь отдаю 2 очка здесь 24 есть только шестерочка значит отдаю шестерочку до сдачи тебе не дадут где-то остановился вот здесь значит брюши 2 назад беру 2 только назад ну что ж такой вот что и делать у тебя карт мало на руке да да с картами у меня ближайшая была только вот это единичка это как она называется арфа кувшин лира лира боже мой название красивых натали ты что-нибудь придумала придумала но не очень играю серп и наверное только вот эту могу забрать ну конечно уж это ничего не придумать не могу здесь единичка получается штраф а мне же потом конце игры придется идти сюда не забывай забирать карту да 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 спасибо что напоминаете можно исправиться почему я по две карты должен брать я должен две карты взять а ты долго так не брал да мой ход вот я смотрю тут переправа очень дороговато дороговато стало дороговато стало ну так строй мостик ну давай построю здесь мостик построю все дорожает только не дорожает играю меч и наверное сразу вот этого отсюда вспорхну прямо с атлантиды ближайший меч у нас вот здесь вот я правильно сказал да только двоечку здесь плачу двоечку нет два за этот участок и а Наталья один за это три победных очков елки-палки а у меня один да два и один неужели карты максим мостик бустует отдать карту сейчас пусть Серега нет я дам пять победных очков карты пока отдавать не буду я беру четыре вот этих вот ну здесь у нас удлиняется для красоты вот сейчас мост общий здесь кстати все равно осталась она дорогой переправой семь четыре я набираю не сделали главное макс очки не перепутать 7 и 6 и платить 6 потом я не против это свои не покупаю так кто следующий макс я мне страшно это сказать но макс да ничего страшного просто разрыхляю почву амфора хорошо и что ты будешь делать молодой человек он хапает очки а он 7 победных очков хапает тебя там еще видно тоже скоро не видно будет да скомкуем столько победных очков мне еще двоих он для последний осталось карту ты добрал только что карту Дима не забывайте я понимаю что вы забываете брать карты но я могу тоже когда-нибудь забыть Дима мы сделаем интересный ход лиру леру надо посчитать играешь лиру а какой метод здесь бесплатно да да здесь бесплатно потом здесь бесплатно здесь 3 3 3 6 2 2 8 8 ты сюда пока 8 пока вот ты не можешь остановиться здесь ты должен играть еще одну карту 8 играю еще одну лиру а как-то у тебя есть еще одну лиру до 8 плюс 1 9 плюс 1 10 и вот здесь останавливаешься вот и стоило чтобы взять два победных очка классно 10 10 отдай у это прямо хорошо по моим стопам идешь у него как раз и здесь есть эти все такими богатых чувствую круто круто все из-за меня наталья ой я не знаю я играю в кинжал кинжал я думал это меч ну ладно мяч 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 какого метла вот этот единичку да только одно победное очко ну давай сер подойдите а ты карты отдаешь хорошо этот ватал твой здесь так суда кладется еще наталья еще у нас общий участок становится добирай карту и ход переходит ко мне так вот играю инструмент ножа лира и вот этим человечком ближайшая где вот она здесь только получают три победных очка добираю одну карту ход переходит максим максиму аппарата максим использует красную карту вазу хорошо и какого-то мипла будешь своего передвигать как вы думаете вот эту вот 5 4 вот где мостик слушала скоро закончатся эти тарлы водные хорошо я просто дима так куда они 6 давайте короче играю в меч и этим миплом не стоп стоп вот ближайшая меч ну ладно все равно у меня меч остался значит ходим этим товарищем ближайшие меча еще один один там один уже приехал все значит так неплохо ставлю мостик придется не хорошо хорошо и бесплатно пересекаешь ближайший меч отдаю вот здесь ближайший меч вот здесь но все равно здесь делаю блин дырку макса ругаемся тут все эти моря просто я сделал в те раза больше чем должен был две карты две карты да я ждала Наталья я наверное где-то там пропустил но зрители меня простят я надеюсь пропустил ну попробую лиру сыграть хорошо сколько это мне здесь будет стоить все удовольствие ну ты раз два три точки пересекешь эта точка стоит одну это тоже стоит одну два а это стоит три пять пять победных очков ты отдашь чтобы добраться до этой лины согласна ну согласна карту отдам и 4 победных очков а ты не карту отдала ты отдала корону а ты стала на лиру нет так я сразу лиру отдаю а корону я отдаю как штраф а штраф все понял карточку и штраф Димка ты следи за порядок я на всякий случай Наталья получает три победных очка берет карту пока только одну ход переходит опять ко мне ну вот играют вазу как говорит Максим вазу и вот этим миплом раз вас уже больше нет я прибегаю сюда и получаю вот этот тайл здесь не появляется по правилам игры никакое море вообще в этих участках хоть не должно появиться море они всегда просто смыкаются вы просто подвинули континент никогда не может появиться здесь море даже если мы сомкнемся с морем море убирается все равно и я беру уже теперь две карты на руку Максим твой ход Максим использует десятину денежки а какой мипл твой побежит это такой вопрос оригинальный ясно так я пожалуй сюда уже буду сквозировать ты пока только одну карту добираешь на руку ясно позволяю так Макс ты что блин сколько у тебя победных очков уже не видно так играю в золотую венок венок золотой и этим миплом иду до него так это бесплатно за это 3 за это 3 у меня есть 5 отдаю 5 да не жалко 5 отдаю 5 ну жалковато конечно нужно грязь и подумать получается что от тебя выхода нет ну там есть еще один нюанс ну ладно все теперь это у нас бесплатный переход спасибо Дине ну карту подожди я карту только одну ну мне же две тебе две следи Натали ну у меня вот одна один меч одна карта на руке и кого ты Шуриков запустил я вот ну мечтала этого мечтала мечты сбилились вот он а здесь нельзя а подожди вот этого ты мипла ни в коем случае перевести не сможешь потому что он закончит свои движения здесь а у тебя карт на руке нет а нельзя чтобы два стояло значит передвигай какой-нибудь другого мипла и главное и здесь меч значит ты не сможешь сыграть меч о интересная ситуация вот я получил что я ничего не могу сыграть вот понимаешь и этот мипл попадает на меч где уже стоит зелененький и этот и этот попадает на меч и этот попадает теперь чтоб на меч чтоб тебе не пропустить вход ты можешь купить карты за свои победные очки или просто пропустить вход получить две карты с колоды и все ход перейдет ко мне ну пропущу хорошо ты просто набрал две карты и ход переходит ко мне о слушайте никогда за игру не было такой ситуации кажется они случаются хотя в игре написано редко ну что осталось два мипла моих желтеньких которых нужно гнать вперед и как можно по пути больше получить победных очков да и уменьшить еще какие-то мосты ну наверное я денежки и сыграю перепрыгну к этим миплом сюда должен за этот участок заплатить два победных очка плачу но зато я получаю три победных очка пора платить неплохо и получаю две карты ходи макс макс всегда ходит золотая коронка хорошо венок золотой как хотите ближайший опять это хорошо твое западло паукнется тебе я знаю получаешь только одну карту ой блин я уже открываю ты не открывай карты ты что это секрет так вот секретно иду вазой хорошо молодец вот это вот это ближайшие глаза я не вижу кроме этой да ну ты здесь стоял да да так три плюс два пять плюс один шесть плюс один семь плюс один восемь все восемь а восемь у меня есть девять да да я девять отдаю и тебе две карты хорошо как же мы тут карту слушай Зимка так уже так уже впереди ну победных очков у него только три ну да еще не говорит о том если он закончит игру что он победит а я не взял тайл вот этот а бери возьми его ты так всегда не берешь надеюсь нет надеюсь нет карты взял две да две карты взял ну я это самое выложила оливку сыграла а чё я ее выложила я же хотела а а выложу ну и все правильно тебе совершенно бесплатно попасть сюда и схватить пустой этот не берется берется а почему а у нас здесь просто увеличивается давай у нас реально скоро закончится одну карту беру вход ко мне переходит позвольте ну у меня победных очков море я могу любую карту сыграть это у меня море вот это вот нет это пока да вазочку и вот этого шурика ближайшая вазочка запомните где я стоял угу и считаем на ножике этот переход бесплатный за это три за это два пять шесть семь восемь этот бесплатный и сюда прибегаю так вверх тормашками восемь уже восемь я должен уже восемь пойдет а надо двигаться и теперь играю серп серп я не имею права здесь остаться а нифига себе пять пять ага тринадцать классно правда тринадцать и здесь четыре четыре семнадцать двадцать 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 один двадцать один да чтоб достичь ближайшего вот этого а возьмешь только два а серп четыре двадцать и ты всего лишь платишь четыре победных очка карты все равно мог бы четыре отдать одну карту ну там карты не очень я хотел бы их слить ага это тоже победные очки кстати да давайте Сергей прав его забираешь вот этот участок он просто удлиняется и забираешь две карты на руку ты всем облегчил жизнь Натали молодчина хотя меня это не радует совершенно теперь у нас будет большой мост да все это один участок ну это конечно дыры золотали но сыграю золотой венок бесплатно пробегусь и заберу оливку ну пускай пока есть эти будем красиво так делать Натали ты тут берешь только одну карту так а я добрал же две да я прыгну играю золотую эту корону и прыгну на материк блин и получаю только одно победное очко но зато добираю уже три карты на руку и максим ходит остался мне один человечек арфу лиру два очка ну ладно два очка ну тоже неплохо зато дырка скоро там появится одну карту Димка благодарю и оливку ну и что ближайшая оливка ближайшая здесь ну я заплачу четыре здесь четыре здесь восемь очков да что то ты разошелся берешь только одно да беру только одно и две карты две карты ты знаешь мне тут блин а я а я что сплошная вода если я тут три два пять заплачу пять возьму а у нас последний таял водяной он водяной ладно двигаться ж надо у Максима еще два в Атлантиде зато сокровищ в два раза больше чем у бабушки в десять чем у вас так что нормально справлюсь хорошо хорошо не с таким справлялись давайте я лиру сыграю ну да давайте сыграйте на мире и сколько это я заплачу если я вот здесь бесплатно здесь четыре четыре восемь и прибегаю сюда пока восемь потом играю еще одну карту потом я сыграю кинжал ну хорошо и сюда до конца и восемь плюс три еще одиннадцать одиннадцать так четыре семь берешь только одну победную очку ну как то так здесь у нас ничего не добавляется у нас материн ну хоть две карты теперь могу брать да теперь ты две карты сядешь конечно не очень серёга ну-ка вот сейчас я буду у тебя последнего хапать побольше победных очков ну давай сыграем лиру мой один единственный человечек остался и ближайшая лира одно победное очко это бесплатно бесплатно три четыре победных очка плюс еще два шесть шесть я должен отдать мы не против отдавайте свои деньги на пятерочку возьмем и одну карту ну беру пятерочку и беру три карты на руку три победных очка это ой блин нас кого-то сместилось раз два ну у нас последний водный тайл остался это меня больше всего волнует нет водные тайлы мы потом найдем аааа не обязательно чтоб они здесь вот надо было взять больше когда я играю арфы белая красная хорошо пускай она называется арфы хорошо спасибо пуник ну заплати три заплачу за этот перегончик и берет три это выглядит как бы странно бесполезно и он еще не только одну карту берет он еще не достиг материка на подступах хорошо я мог но я хочу а я иду сюда меч кладу иду сюда просто беру 7 очков и две карты ага Натали ну играю золотой венок ага и наверное вот этой пройду здесь я только одно очко здесь здесь бесплатно а здесь 4 5 6 пятерочку отдаю ну берешь 4 обратно пускай вот все добавлять наверное не будем потому что нет хотя у нас один остался чего уже красиво добирай карты так 2 так 2 2 мой ход где тут еще хапанулось у меня была мысль на их очки посмотри играю серп там еще побежали ближайший серп за этот участок за этот участок я плачу одну монету за эту 1 победную очку за эту тоже 1 2 здесь 3 нормально здесь останавливаюсь 3 отдашь и 3 получишь 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 и 2 очка заберем и берешь еще две карты только что ты заработал 4 победных очка так мой ход надо зарабатывать это надо остановиться здесь вот остановиться здесь что получить ну нет нет но у меня есть арфа я пойду сюда классно блин где еще нам вот отсюда мы возьмем мне две карты берет Наталии все фулиганят но я играю серп пройду вот так заплатишь в банк 3 победных очка ну возьмешь 7 все ну тут у нас участок такой вот один и будет где тут еще можно получить победных очков можно получить чтобы сыграть денежки я бесплатно сюда перелетаю и никому все никому гадость не делаешь здесь у нас уже участок у нас ничего от карты не осталось да ну шуток беру 1 2 ой как будто я снес там вот это надеюсь не меня красный ладно главное чтоб не синий кто сейчас ходит максим миссия максим хожу на нож так выдвигаешь своих что вы что что вы 2-3 очка забирайте этот серп подожди вот за это 2 за это 1 3 это бесплатно еще четверку здесь беру ну да по правилам здесь это еще и баба поднял если так будет продолжаться так я иду на золотую корону или как она просто народе называют венок венок что-то венок я оплачу 3 очка да да а я карты не взял раз-два точно да у меня три штуки забыли те напомнили две двери я и взял и беру вот этот участок его надо чем-то залить заливать залить и забыть и бери карта до 2 карты последние что делать колода перемешивается у нас еще формируется играть стянулась никто и не спешит а так ты сейчас так бум бум все да к сожалению у меня так и будет бум бум наталья ну корону корону я тоже венок золотой сыграю как вам удобно все все очень просто 4 в банк 5 берешь берешь две карты с колода сократила это четверочка штраф сейчас два но благодарю макс уже везет ну сейчас хапаем победные очки если я играю лиру а блин а нифига если я играю лиру и лучше так не играть тебе лучше корону я лучше играю корону чтобы перепрыгнуть после просто сюда я заплачу сколько всего лишь 4 4 и забираешь пять сейчас раз два три четыре почему каршами забираю пять как бы так решил ну а что делать беру три карты раз два три ходили я тебя спас макс наверное я задумался а когда игра закончится мост выставлять можно или это только в процессе самой игры можно только процессе игры в конце игры тебе мост не принесет никаких победных очков окей значит поставлю мне не сложно я вам помогать буду ну куда бы ты не поставил ты понимаешь что может измениться картинка мира картинка то изменится смотря ты куда его сунешь конечно я могу на два очка больше получить если поставлю его там но вы тут идете так что нет не сейчас место позвать не подберу ты смотри под своими и play если сюда поставишь мост самая дорогая переправа видишь 5 стоит но это пятерочка может уйти вот-вот станет переправа равна двум тут когда-то придумать еще неизвестно когда неизвестно уже все прошли она может не уйти лады поставлю так уж и быть свои темы я люблю ходить а он же ходит да не надо так переворачивать меня в голове кружится ты же сейчас ходишь да я еще не походил я взял по перевела все маски это ветер когда я сейчас остров уйдет вообще победных очков много ты можешь куда хочешь ходить а он решил не спешить бесплатно да мне некуда спешить бесплатно взял приз получил за это две карты еще твой один миппл находится на материке дима бедняжка так ну мне тут уже шибко не походишь займешь картой куда хочешь поэтому любой там допустим играю серп допустим играю серп если я иду на остров я вот эту карту что ты творишь я карту чиню я как иисус сейчас починился и красиво будет но любит чтоб все уже было аккуратно то что я карту издыряю мачки я золотой венок играю я вот этой красненькой бесплатно а здесь только единичку оплачиваю и забираю семерочку и три карты уже у наталья крутанулась красиво максим помог пожалуйста все ради вас я играю оливку здесь плачу 2 здесь бесплатно у нас уже получается видите этот перегончик и падаю сюда 2 отдам две любые карты и получаю конечно ближайшую свободную пустую это пятерочку игра закончилась закончила я уже приготовил карты смотрю нет нифига она не закончилась теперь все она только началась все оставшиеся мипплы должны попасть на материку вот допустим димка твой миппл бесплатно потому что нет никаких водных пространств но я я не тяну как а вот этих нет все все никто ничего уже не тянет не разыгрывать не получает никаких тайлов и не играет карты с руки 1 2 3 миппла которых надо до материка все-таки довести в конце игры и вы будете просто платить за перегоны на чем начнем с наталья за этот перегон 2 за этот 1 3 4 здесь у нас так 5 это бесплатные за это 6 7 и это бесплатных 7 победных очков это разведение 2 это же все на материке остался тоже только один макс он у него куча победных очков мне руку победит за этот перегон уплатит 3 плюс 2 считай и 5 6 7 8 10 и все здесь платье здесь сейчас я у своих обережь на рома миппла тут уже будет посложнее он у нас не двинулся хорошо идем 2 1 3 ну 3 3 это бесплатно 6 8 9 10 11 12 13 13 собирать 13 больше чем больше чем больше чем такая семейплые на материке м cried ребятки выиграл тот у кого больше победных очков у меня еще и карта давай каждой свои считаю 23 и карты считаю 24 25 26 27 28 29 30 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 23, у меня 30, 33, у Максима, у Димки, а я вам не скажу понятно, а у меня 19, 10, 19, ну, Макс, смотри, какую стратегию выбрал, он вообще человечков не трогал, первым добежал до материка, а потом переправил всех спокойненько, когда уже мосты понастроены, может, это есть такая стратегия? Ну, если я победил, значит, есть. Ну, у тебя 33, у меня 30, на третьем месте у нас Наталья, Димка на четвертом, ну, все, сыграли, ребятки. Молодцы, неплохо, неплохо, ну, что, спасибо тебе, Лево Калаване, за эту игру, которая очень похожа на Картахену, понимаешь, в эту игру еще, Димка, надо уметь, надо еще научиться играть в эту игру. Конечно, так в любую игру, она кажется, на первый взгляд, только что она легкая, везде нужно работать мозгами. Ну, все, молодец, Наталья, мне понравилось, спасибо вам, ребят, Розик. Спасибо, спасибо. Максим, поздравляю. Я получил огромное удовольствие. В этом видео слишком много воды. Ты нас сделал всех. Вот, воды много, да, ты прав. Зрителям большое спасибо, что досмотрели до конца, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ловите нас каждую неделю на просторах Ютуба. До свидания. До свидания. Пока. Пока.